Привет, друзья! Вот, послушайте, я когда учился в БИД-институте, у нас психиатрия была и так далее, я помню такой вот учебник, где, значит, фотография была. Я говорю сейчас о биологических и обратных связях между мышечными действиями и внутренним состоянием человека. Так вот, там была фотография, как девушка сидит вот так вот и крученится. Так вот, оказывается, если придать человеку позу вот такую, то у него тоже появляется это же состояние. У меня учился такой замечательный человек, которого звали Илья Радуга. Но он сейчас тоже где-то там ведёт какие-то занятия. Привет, Илюша, если увидишь это видео. Привет тебе, здоровья, хорошего настроения. Так вот, Илья Радуга мне как-то сказал, ну, конечно, конечно. Потому что если попросите какого-то человека, чтобы он ходил там по кругу туда-сюда, опустив голову вниз и держа руки за спиной, то через минуту начинает чувствовать себя арестантом. Обратные связи между положением тела, рук и состоянием. Поэтому у нас обычно говорят, нам говорят, вы улыбаетесь и появится улыбчивое состояние. Обратные связи. Так вот, я тогда вспомнил, что однажды я лежал, значит, что-то не мог заснуть или что-то такое было у меня. Я вспомнил, как я занимался пулевой стрельбой в своё время, там где-то в 10 классе или там в первом-втором курсе мединститута. Я помню, как я стоял, значит, ровная мушка, плавный спуск. Я опускал пистолет, значит, таким образом, чтобы не пропустить цели. В этот момент надо было мягко нажать на спуск курка. Потому что если я пропускал эту цель, то потом, когда я приноравливался, у меня уже плечо немножко напрягалось. И я не так мог удачно выстрелить. Я это вспомнил, и вот когда я лежал как-то уже через много лет, никак не мог заснуть или там ещё что-то, я вдруг вспомнил это действие. Какой я тогда был вообще счастливый, студентом был, или школьник 10 класса, не помню. Я просто взял вот так вот, стал это моделировать. Отсюда рождались приёмы ключ-2. То есть я сделал вот то же самое положение руки, как тогда, и стал медленно-медленно искать ровную мушку, чтобы сделать плавный спуск. И вдруг я забылся, и палец у меня пошёл, то есть произошло и демоторное движение. Я погрузился в сон, то есть я потом и заснул. Понимаете, как интересно? Вот потом я вспомнил Станиславского и вспомнил противоположную систему обучения актёров. Одна система обучала, значит, актёра идти от состояния к движениям, а другая система обучала актёра идти от действий к состоянию, то есть моделировать действия какие-то, и тогда у человека возникала соответствующая эта роль и образа состояния. Таким образом, когда мы моделируем какие-то движения, ну я рассказывал в каком-то ролике, там одна женщина, когда я сказал, ты помнишь себя счастливой? Она говорит, да, помню. Я сидела, говорит, там на берегу моря, у меня платочек там, вот я его завязывал, завязала, жара такая, плечется волна, моря там, я такая счастливая, я ел арбуз. Я уже где-то рассказывал, но повторю, чтобы целостная картинка появилась. Я говорю, как ты сидела? Сейчас же у тебя стрессы, да, никак не могу спать, давление прыгать. Я говорю, ну ты вспомни и сделай так с движениями, как ты тогда точно сидела. Она вспоминала, она говорит, я вот так завязала, я говорю, ну завяжи, то есть моделируй, да. Сиди именно так, как ты сидела, руку так или так, именно так сделай движение, и давай держи арбуз этот. Она говорит, ну арбуза-то нету. Я говорю, так не надо тебе, ты вообрази, что у тебя в руках арбуз. И начинаешь его есть, и делай эти жевательные движения. Она в какой-то момент раз, я говорю, что делаешь, потекло, говорит, она попала в транс. Естественно, астральские исчезли, потому что она совершила вот этот мозг, как этот триггерный переход, из стрессового состояния воспроизвелось то прежнее состояние, когда она была счастлива. И когда она несколько раз потом так повторяла, ну и на других случаях жизни воспроизводила из памяти, это же такой богатейший ресурс. Когда мы были счастливы. Можно вспоминать и делать те действия. И воспроизводится прежде испытанное состояние уже в новом назначении. Ну а сколько минут там быть и так далее. Вы сами определяйте, подбирая себе, как вам больше хочется. Ну а дальше я вам еще расскажу. И смотрите наши ликбез, подписывайтесь на канал Ютуба, смотрите наши книги в сайте Стрессу и ХСРУ есть магазин, там в электронном виде эти книги, есть там ссылки всякие на книги бумажные в виде. Ну там очень много всего про этот метод ключ, самый простой и эффективный метод в мире. Да, я все время создаю новые приемы, потому что я знаю, на чем они основаны. На синхронизации внешних действий с внутренним состоянием на принципах обратной связи.